Лекция 3. Принцип действия кислотно-свинцовых аккумуляторов Планы. Принцип действия кислотно-свинцовых аккумуляторов Режим. Режим эксплуатации кислотно-свинцовых аккумуляторов Электролит кислотно-свинцового аккумулятора находится в состоянии диссоциации и ассоциации. При этом часть молекул серной кислоты распадается на положительные ионы водорода и отрицательные ионы кислотного остатка. Часть молекул воды на положительные ионы водорода и отрицательные ионы кислорода. На этой формуле у нас показана реакция. В целом раствор остается электрически нейтральным. Для пояснения процессов, происходящих в аккумуляторе при заряде, представим электрическую систему заряженного аккумулятора в качестве исходной. Дальше. На первом рисунке у нас показана схема, поясняющаяся разряд и заряд аккумулятора. Следующий рисунок. Тут показаны режимы эксплуатационного заряда аккумулятора и зависимость токов и напряжения от времени. Сейчас мы посмотрим этот рисунок. Рисунки. Режим одноступенчатого заряда. Данный режим осуществляется при постоянном токе 13, равном 3,6. Напряжение заряда увеличивается до 2,3 В, после чего начинается кипение. По мере заряда аккумулятора, напряжение достигает 2,7 В и в дальнейшем почти не изменяется. Состояние заряда аккумулятора определяется по тем же характерным признакам. Длительность заряда 8 часов. В отличие от предыдущего в этом режиме, возможен постоянный контроль зарядной емкости. Следующий режим. Двухстепенчатого заряда. Этот режим характерен тем, что в начале аккумулятора заряжается током постоянного значения, первая степень, в течение 4 часов. Напряжение заряда при этом достигает 2,3 В. Начинается кипение. Чтобы оно не было интенсивным, ток ступенчата снижает до первой степени. Вторая степень. Оставляя его постоянным до конца заряда. Напряжение заряда в момент изменения тока резко снизится, а затем медленно увеличивается. Увеличиваясь к концу заряда достигнет 2,7 В. Окончание заряда определяется по тем же признакам длительности режима 8 часов. Для осуществления этого режима зарядные устройства должны содержать стабилизаторы тока на 2 ступени. Следующий режим. Модифицированный. Сначала этот режим выполняется постоянным током. А при достижении напряжения 2,3 В, зарядное устройство переключается в режим стабилизации напряжения. Первый цикл заряда длится около 4 часов. Второй. При постоянном напряжении, но с уменьшающимся током, длится несколько суток. Заканчивает заряд, когда плотность электролита достигается 1,21 г на сантиметр куб и останется постоянным. Преимуществом этого режима является отсутствие кипения к концу заряда, что исключает разрушение пластин. К недостаткам относятся продолжительное время заряда, а также необходимость в более сложном зарядном устройстве. Дальше. Режим заряда при постоянном напряжении. Начальный ток выбирается равным. К концу заряда ток снижается до 3,6 Ж. При этом основную часть зарядной емкости аккумулятор получает в течение первых 10 часов. Остальную часть в течение нескольких суток. Окончание заряда определяется по плотности электролита 1,21 г на сантиметр куб. Достоинством этого режима является отсутствие кипения и возможность заряда аккумулятора без отключения основной нагрузки выпрямителя. Следующий режим Заряд токами переменной полярности. Этот режим осуществляется от устройства, на выходе которого через определенные промежутки времени меняется полярность напряжения. Кратковременный заряд терядуется с кратковременным разрядом. Токи, а также длительность заряда и разряда выбирают, исходя из конкретных условий. Однако, среднюю величину зарядного тока выбирают такой, чтобы она обеспечивала получение энергии, необходимой для заряда аккумулятора. Преимущество этого режима состоит в том, что в процессе заряда происходят кратковременные разряды, которые способствуют улучшению протекания электрохимических реакций в аккумуляторе. Эксплуатационный разряд можно подразделить на нормальный, кратковременный и продолжительный. Режимы разряда определяются в основном способом организации электропитания. Если аккумуляторы используются в качестве основного источника, то предусматривается нормальный режим разряда, при котором аккумулятор разряжается номинальным током 3,6 А в течение 10 часов. При аварийном питании используется кратковременный режим, когда ток разряда выбирает из условий 3,6 А до 18 А. Время разряда 1 час и менее. Если время разряда аккумулятора более 10 часов, то такой режим называют продолжительным. В конце слайда у нас показаны контрольные вопросы. Спасибо за внимание.